Слава Украине и привет всем от Полонского! Ребята, я вообще симпатизирую польским политикам и Польше и за то, что они называют вещи своими именами. Ублюдкам, ублюдками, подлецов, подлецами, хороших людей, хорошими людьми. Они не камуфлируют за общими фразами свою низость, подлость и так далее. Вот как там делают французы, немцы очень часто. Ладно, не будем называть имена, а то за немцев на меня так обижаются сильно, что этот немцев чехвощу. А что, я не прав разве? Так вот, поляки красавчики. И Матеуш Моровецкий, если я так не ошибаюсь, премьер-министр Польши, так вот он сказал совершенно чудно о французском президенте Макроне. Чуть не сказал Макарон. Хотя действительно Макаронина. Итак, вот прямая речь. Президент Макрон, «Сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто ведь не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, или с Полпотом?» Конец цитаты. Ну что тут добавить? Путин такой же кровожадный маньяк, как все вышеперечисленные персонажи. О чем с ними можно было говорить? О чем кто-то говорил с Гитлером? Ни о чем. Это было бессмыслица. А, не один Сталин говорил и Молотов. Но проблема в том, что Сталин и Молотов были точно такими же кровожадными маньяками, с коим был Гитлер. Поэтому они там друг друга понимались по условиям. Им даже переводчик не нужен был. Им только нож положи на стол и все. А нормальные с ним не разговаривали. Вот Чемберлин и тот и скандалился. Помните? Получилась такая большая незадача. Вот, кстати, и сегодня Макрон, он полностью вот этот Чемберлиновского, это вот гнилое такое, знаете, вот существо, которое разговаривает с убийцей, сюсюкает. А когда ты с убийцей и маньяком сюсюкаешь, он понимает, что он всевластный такой, знаете, он сразу вырастает в собственных глазах. И оно же еще мелкое чмо, понимаете? И ему все время нужно казаться больше, 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 больше. Но это вообще свойство такой невысоких людей, а это мелкое чмо, чмошное абсолютно, всю жизнь которого пинали ногами. И оно должно все время кому-то что-то доказывать, что оно же великое, большое, могучее. Вот. И вот этот Макрон, когда он с ними разговаривает, постоянными своими звонками этому уродцу, он постоянно его как бы, понимаете, он потешил его самолюбию. Он наоборот, вместо того, чтобы от чего-то его отвернуть, он наоборот сподвигал Путина на большее преступление. И еще на большее, потому что давал ему понять значимость последнего. Значимость Путина. Хотя оно, еще раз повторю, просто отвратительное, мерзкое, поганое чмо. Убийца и мародер. И с ним, разговаривая, должен не Макрон, а только прокурор. И все. Слава Украине. Слава Украине.